Все здравствуйте! Как думаете, сколько стоит такая красота? Если я вам скажу 50 рублей за квадратный метр, поверите? Тогда смотрите дальше. Я делал этот коридорчик своему другу. Он хотел абсолютно бюджетный вариант и готов был на эксперименты. Надеюсь, мой глазастый зритель простит меня за какие-то огрехи в работе, учитывая то обстоятельство, что мой друг никакого отношения к декоративным штукатуркам не имел, а принимал активное участие в этой работе. А заодно вы сможете оценить уровень сложности. В качестве основного материала мы использовали самую обычную гипсовую штукатурку белого цвета для выравнивания стен. Разведя небольшое количество водой, мы сначала заделали крупные дефекты поверхности, такие как, например, вот эти штробы. Для того, чтобы материал получился более пластичным и мягким, мы использовали строительный ПВА. Согласно инструкции, на 5 литров воды мы добавили 250 грамм ПВА. Хорошо размешав ПВА в воде, мы начали добавлять сухую смесь. Добавляли понемногу, тщательно перемешивая, подбирая для себя оптимальную консистенцию. Рисунок делался шпательком, легким касанием, разнонаправленными движениями, с последующим приглаживанием. При этом нужно следить за равномерностью рисунка и стараться не оставлять рубцы от шпателя, то есть сразу их сглаживать. Добавление ПВА в материал еще и значительно замедляет время высыхания материала, так что с ним удобно работать, стыкуя мокрым по мокрому. Сделав небольшой участок, можно кельмой его еще и сгладить максимально гладко. Материал хорошо гладится, оставаясь практически ровным. По мере высыхания гипсовая штукатурка начинает светлеть. Как видите, половина 10-литрового ведра ушло на всю работу. А вот то место, где раньше была штраба. После полного высыхания мы мелкой наждачной бумагой убрали выступающие шероховатости, легким касанием по всей поверхности. Правда, похоже на итальянскую известковую штукатурку. Знатоки меня поймут. Затем мы взяли влагостойкую краску на водной основе. Мы разбавили ее пропиточной грунтовкой. Во-первых, краска станет жиже и будет менее укрывистая. Нам это как раз и нужно. Нам нужно, чтобы она сильно не закрашивала, а была слегка прозрачной. А также акриловая грунтовка усилит прочность краски. У нас была 5-литровая банка краски. Разделив ее на две части, одну мы оставили белой, а вторую мы заколеровали бежевым колером. Далее мы будем использовать морскую губку. Некоторые спрашивают в комментариях, чем можно заменить морскую губку. Можно заменить ее полиэтиленовой пленкой, как я показывал в одном из предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Но я все же буду использовать морскую губку, потому что мне с ней удобнее и быстрее работать. Где купить морскую губку недорого, ссылка также будет в описании к видео. Окуная морскую губку в краску, я создаю пятнистый ковер на стене, производя равномерную набивку. Следом, пока краска еще не высохла, окуная обычную поролоновую губку уже в белую краску, производится растушевка поверх моей набивки. Таким образом, бежевая краска местами смазывается белой, а местами просто просвечивается в виде интересных пятнышек. А где попадает слой побольше белой краски, она почти закрывается. И получается интересный эффект глубины. Таким образом, можно набивать несколько цветов и смазывать каким-то финишным цветом. И уже в таком виде оставлять будет интересно. Кому понравилось, ставим лайки. Спасибо. Эту технологию в идеале лучше использовать вдвоем. То есть, один набивает морской губкой, а второй размазывает губкой. Места примыканий обязательно оклеиваются малярным скотчем. И там, где губка не может захватить, пробивается кистью. По мере высыхания, темные пятна становятся все более тусклыми, а белая краска берет свое. Когда высохла краска, мы взяли перламутровый акриловый лак. Самый недорогой, который нашли. Мы наносили его обычной поролоновой губкой. Нужно очень хорошо растушевывать, следить за краями и переходами, чтобы лак равномерно ложился по всей поверхности. Если вы будете это делать в первый раз или у вас совсем мало опыта, то перед этой процедурой, вот имеющуюся фактуру в таком виде, как она была до покрытия лака, загрунтуйте пропиточной грунтовкой или пройдите сначала таким же лаком, но бесцветным. Тогда цветной слой, в данном случае перламутровый, будет лучше скользить по поверхности и вы будете успевать стыковать по сырому, не оставляя переходов. Кстати, на этой стенке фактуру полностью сделал мой друг. Он делал это первый раз. Смотрите, какой рисунок неплохой получился. Ну, а я уже прохожу перламутром. Кстати, если у вас нет в городе никакого перламутрового лака, самый простой и бюджетный вариант, это купить любой акриловый прозрачный лак, то есть на водной основе, заказать с Алиэкспресс пудру, ссылка будет в описании к видео, и добавить ее в лак. Из расчета от 50 до 150 грамм на 1 килограмм лака. При такой технике расход лака очень мизерный, то есть примерно на 30 квадратных метров у нас ушло около полулитра лака. Смотрите, как лак красиво проявляет нижний цветной слой, который я набивал морской губкой. Теперь у нас на поверхности есть и нижний цветной слой, и рисунок в виде карты мира, то есть фактура, и очень красивое, эффектное серебро. Ну, на этом все, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, спасибо за внимание, всего вам доброго, всего хорошего, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, я буду показывать еще более интересные и удивительные вещи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok